Сегодня в окружной столице подвели итоги чемпионата профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья Обилимпикс, что в переводе с английского языка означает Олимпиада возможностей. Само движение основано в 70-х годах прошлого века в Японии. Россия присоединилась к нему лишь в 2014 году. В этом году впервые чемпионат провели в Нинецком округе. Организаторы конкурса не ожидали, что желающих соревноваться в нескольких компетенциях от бисероплетения до поварского дела будет так много. Все подробности прямо сейчас. И победитель Ермолин Роман Михайлович. Роман Ермолин студент Нинецкого аграрно-экономического техникума. Он стал золотым призером в компетенции предпринимательства. Задания были очень сложные, потому что у меня подготовка заняла много времени. Мы в техникуме сидели до поздна, приходили домой. Я лею суставы и сразу спать. Задания даже не делал. Думаю, преподаватели это понимали. И взгляд я, конечно, занял. А зачем это тебе надо было? Ну, потому что я в дальнейшем хочу открыть свой бизнес. И это большой опыт, да, большой опыт в этом был. Действительно, Роман получил большой опыт. В рамках его компетенции предстояло выполнить четыре модуля по развитию бизнеса. Ну, у них есть ситуация, что Марина держит цветочный магазин. Она занимается выставками, она занимается менеджментом. У нее есть сотрудники, которые работают полный рабочий день, неполный рабочий день. И ребятам надо посчитать заработную плату, спланировать рабочий день этого менеджера Марины. И, соответственно, определить бизнес-идею, определить целевую аудиторию. Им надо самостоятельно спрогнозировать, определить задачи их бизнеса вообще в целом. В общем, задания были сложные, но интересные. Причем соревновались не только интеллектуально, но и творчески в семи компетенциях. Это резьба по дереву, бисероплетение, вязание крючком и на спицах. Кстати, в этой компетенции победительницей стала Марина Емельянова. У нас были в нашей группе слабовидящие. Слабовидящие две гражданки. Естественно, вязание, если, например, я вижу в очках, спокойно вяжу, то там надо было принимать усилия. В общем-то, я не надеялась, что мне присудят. Я бы сказала свое мнение, что надо все-таки в разных весовых категориях уделить больше внимания тех, кто слабо видит. И понятно, что это разница большая есть. Но экспертам спасибо, наверное, приняли решение. Мне приятно. Все замечания конкурсантов организаторы Центра развития образования обещают учесть в следующем году. Ведь Обилимпикс в Ненецком округе проводится впервые. Он стартовал 29 октября на территории 4-й школы. Его участниками стали 51 человек. Среди них школьники до 14 лет, студенты и взрослые до 65. Кроме конкурсных заданий, для них была запланирована и деловая программа с проведением круглых столов и мастер-классов. Финальной точкой стала сегодняшняя торжественная церемония закрытия Обилимпикса. Все молодцы. И вот сегодня они тоже пришли с большим желанием на заключительное мероприятие этого конкурса. Все присутствуют. Я думаю, что вы видели, какие эмоции испытали. Один победитель у нас даже расплакался. И все довольны. Я думаю, что все довольны. И уже первый региональный чемпионат прошел на должном уровне. И я думаю, что уже в следующем году нам будет намного легче. И мы уже учтем все те замечания, которые выскажут люди со стороны. Что-то у нас не получилось. Я думаю, что будет еще лучше. Впереди организаторов конкурса ждет сложный выбор. Сегодня состоится еще одно заседание оргкомитета, где выберут победителя, который отправится на всероссийский конкурс. Любовь Пермякова, Ленин Шишелов, Телеканал «Север».